Ровно 30 лет назад произошло важное событие в истории областного центра. 13 мая 1991 года было учреждено общество с ограниченной ответственностью Тверь. Целью его создания стала ликвидация долгостроя на одном из самых знаковых объектов города – гостиничном комплексе Тверская. В результате этот вопрос был успешно решен и сейчас объект, известный как бизнес-центр Тверь, заслуженно является одной из достопримечательностей Верхнего Лжья. История этого здания началась в теперь уже далеком 1973 году. СССР претендовал на проведение Олимпиады 80. И в Калине решено было построить крупнейший в регионе гостиничный комплекс. На стыке двух магистральных улиц – Вакжаново и Смоленского переулка, которых тогда был советским, выделили большой земельный участок. Именно расположение на таком с точки зрения городостроения важном месте предопределило то, что комплекс решили строить в высотном, первом Верхней Волжье. После чего он стал визитной карточкой Твери. Мы сделали несколько вариантов. Был вариант круглые здания, монолитные. И сама гостиница, она как бы, почему возникла так называемая рюмка? Мы как бы ее вытаскивали из малоэтажной застройки. Вот этими крыльями вокруг, двухэтажными. Проект с самого начала был многофункциональным и включал в себя гостиницу на 546 мест, ресторан, бары, банкетный зал и кинотеатр. Первые сваи забили в августе 1977 года. И сначала 8 лет работы шли хорошими темпами. Однако со стартом перестройки финансирование начало резко сокращаться. И в 1987 году стройку заморозили. 13 мая 1991 года депутаты горсовета приняли решение о регистрации общества с ограниченной ответственностью Тверь. Его возглавил Игорь Александрович Ялашев. Целью общества стало завершение строительства гостиничного комплекса. Уже к моменту регистрации общества проект гостиничного комплекса морально устарел. Его номерной фонд состоял из комнат площадью всего лишь 13-19 метров при высоте 2,5 метра. Поэтому пришлось провести серьезные коррективы в проектных решениях этого комплекса для того, чтобы он начал отвечать современным требованиям. Помимо этого, приходилось провести серьезную работу по обеспечению этого объекта мощностями. Я имею ввиду водой, теплом, электричеством. Нам удалось, короче, в срок это реализовать, как и многое другое. И очень было очень важно развеять миф о том, что гостиничный комплекс наклонился. И вот-вот упадет. Поэтому учредители общества сначала провели полное обследование долгостроя. В первую очередь его высотной части. Нужно было убедиться, что после реконструкции здание прослужит долгие годы. В результате специалисты подтвердили. Так оно и будет, поскольку проект создавали с огромным запасом прочности. Высотка не боится даже землетрясений. Эта гостиница будет при 9-бальной сейсмике спокойно стоять. Сниз к железобетону заложил фундаменты датчики, которые показывают отклонение от вертикали. Оказалось, что отклонение от вертикали на высоте, на самом верху, сантиметровое. Ну, в общем, такого не может быть. Словом, можно было приступать к реконструкции, которая была успешно проведена. Верхний Волжи получила крупнейший многофункциональный комплекс, в котором можно отдыхать, а можно и работать. Ведь здесь есть буквально все. Это отель «Панорама» на 49 номеров. Шикарный, красивый ресторан на 23 этаже объекта с панорамным обзором нашего города. У нас очень замечательный киноконцертный зал, один из лучших в городе. Также 9 этажей, остается подофисное помещение, очень комфортабельное. Также у нас есть сеть конференц-залов. Да и Тверской проспект, крупнейший медиахолдинг Верхней Волжи, включающий целый ряд телеканалов, радиостанций и интернет-ресурсов, вещает на весь регион именно отсюда. При этом бизнес-центр «Тверь» продолжает развиваться. Уже сейчас находится в заключительной стадии разработки проект по реконструкции последнего блока. Планируется, что в нем разместится информационный выставочный, а также развлекательный центр. Все работы предполагается провести за 2-3 года. Так что в недалекой перспективе посетителям этого комплекса еще будет чему приятно удивиться.